Добрый вечер! В прямом эфире Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова и главные темы этого выпуска. Массовое сокращение в Ростелекоме. В службу занятости уже поступили документы на 170 человек. Погодная чехарда. Снег прекратился. На дорогах сильный гололед. Синоптики прогнозируют штормовой ветер. Обратная сторона коммунальной медали. Население ждет перерасчета. Ресурсоснабжающие предприятия решают, как выживать. Погода продолжает преподносить сюрпризы. Два дня в республике валил снег. Сегодня осадки прекратились и столбики термометров поползли вверх. В ближайшие дни синоптики прогнозируют днем до плюс 7 градусов. Однако не везде. Местами минус 7. Завтра к тому же прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Что касается осадков, то они отступили лишь на время. Вероятность мокрого снега сохраняется. Обильный снегопад не смог не сказаться на дорожной обстановке. Мы уже рассказывали, что в понедельник были проблемы с движением автотранспорта по федеральной трассе М54 и внутри населенных пунктов. Отменялись автобусные маршруты. За минувшие сутки снежные заносы и гололед стали причиной 39 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Для сравнения, 18 марта 2012 года в республике случилось только 16 аварий. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась. Однако дороги по-прежнему требуют повышенного внимания. Именно гололед, возможно, стал одной из причин сегодняшней аварии в Абакане. Около 8 часов утра возле 25-й школы в результате ДТП пострадали две женщины. По информации городской ГИБДД, Тойота остановилась на переходе, пропуская пешеходов. В этот момент в нее въехала машина-такси. Возможно, затормозить помешал гололед. В результате автомобиль Рено от столкновения изменил траекторию движения и наехал на двух женщин. Обе были отправлены в приемный покой Абаканской больницы. Травмы оказались не слишком опасными, но одной из пострадавших понадобилась консультация травматолога, другой беременной женщине – гинеколога. Водителя такси сотрудники ДПС направили в наркологию. По результатам проведенного медицинского освидетельствования на состояние опьянения, есть основания полагать, что водитель транспортного средства ранее употреблял наркотические вещества. Возможно, факт употребления наркотического вещества. Но окончательный результат будет известен после проведения химико-токсикологического исследования. Из-за снегопада сегодня с утра был закрытый Абаканский аэропорт. Работы по расчистке взлетно-посадочной полосы велись весь минувший день. Но не вчера, не сегодня до обеда. Ни одно воздушное судно в Хакасии так и не приземлилось. Пассажиры рейса из Москвы больше суток ждали разрешения в Красноярске. Самолет прилетел в Абакан буквально только что. Хакасия станет первой национальной республикой в России, где будет ликвидирован филиал компании Ростелеком. Массовые сокращения начнутся в апреле. Управление в регионе будет подчинено Красноярскому краю. Руководство компании уверяет, что на качестве услуг это не отразится. Но в самом филиале пока молчат. Подробности выяснял Алексей Гончаренко. О грядущем сокращении в Хакасском филиале компании Ростелеком говорить отказываются наотрез. Поэтому исчерпывающей информации нет. О том, как будет работать филиал в регионе, останется ли прежним спектр услуг, их качество и удобство для абонентов. Но что касается самого сокращения работников, то оно будет массовым. В центре занятости информация на 172 человека. Такого количества, конечно, увольнений давно нам не поступало. Преимущественно, если массовые профессии, то отмечу, что это инженерные должности, специалисты, начальники отделов, экономисты. В общем, управленческий аппарат. Похоже, что в отраслевом Республиканском профсоюзе компания не получила одобрения на такое массовое сокращение. Профсоюз пытался в течение продолжительного времени отстоять свои позиции, не сокращать большого числа сотрудников, отсылая бумаги, запросы и просьбы в различные инстанции. И на республиканском уровне, и на российском. Впрочем, по некоторым данным и сами работники уже уходят с предприятия. Многим предложили остаться, но на новых условиях, на которые персонал не согласен. Вероятнее всего, имеется в виду заработная плата. В центре занятости считают, что инженеры без работы долго не останутся. Инженеры сегодня на рынке труда востребованы, менеджеры также востребованы. И у них есть в городе Абакане возможность трудоустроиться. Сегодня инженеры, насколько я знаю, у них порядка 20, будем говорить, предлагаются. Тысячу рублей? Тысячу рублей, да. По данным Федерального министерства связи, республиканский филиал Ростелеком отработал в прошлом году с прибылью. Но, уточняют в министерстве, объем выручки в четыре раза меньше красноярского филиала. Видимо, такое сравнение в министерстве считают корректным. Как бы там ни было, хакасский филиал ликвидируется. Тем, что от него останется, будут управлять из Красноярска. Массовое сокращение начнется в апреле. По информации отраслевых профсоюзов, Хакассия среди национальных республик первая в стране, на территории которой в городах и районах ликвидируется данная структура. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакассия. В Абакане проводится проверка по факту распространения листовок экстремистского содержания. В январе этого года на дверях еврейской общины руководитель обнаружил объявление. Приказ власти Абакана об обязательной явке еврейского населения города и его окрестностей в район ЖД вокзала. В приказном порядке люди с вещами должны были явиться в указанный срок в указанное место за неповиновение, расстрел. Электронная версия документа получила широкое распространение в сети, в том числе и за пределами республики. Авторами листовки выступила Хакасская национал-социалистическая партия. К слову, это объединение нигде официально не зарегистрировано. Розыском участников движения сегодня занимается Следственный комитет. Прокуратура республики направила иск в Абаканский суд с требованием признать содержание листовки противозаконным. Была организована проверка. Были привлечены специалисты-лингвисты, которые дали свое заключение, мы с ними согласны. Листовка содержит экстремистский материал, призывает к развитию ненависти, межнациональной розни. Поэтому мы считаем, что данное действие необходимо прекратить. Добавим подобный факт не первый в Хакассии. В прошлом году суд вынес приговор. Один год и десять месяцев получил житель республики Александр Ищенко за то, что представлялся помощником начальника штаба народного ополчения имени Минина и Пожарского и распространял материалы экстремистского толка. Одной из самых актуальных тем последних недель стали коммунальные тарифы. Напомним, глава республики Виктор Зимин потребовал от управляющих компаний навести порядок, пересчитать стоимость услуг и вернуть людям переплаченные деньги. Потребители это решение принялись с благодарностью. А вот поставщики в растерянности. Как погасить долги и работать дальше? Ответы на эти вопросы сегодня ищут во многих энергоснабжающих предприятиях, в том числе и в Белом Яре. Обратная сторона медали на примере предприятия Алтай Энергоресурс в репортаже Анны Ахпашевой. Дым из трубы на котельной в Белом Яре как подтверждение. Жизнь, а точнее отопительный сезон продолжается. Несмотря на все потрясения в коммунальной сфере, тепло в квартирах никто не отменял. Вот только о планах даже на ближайшее время сегодня говорят осторожно. Доход за целый месяц при учете стопроцентной оплаты населения – два с половиной. Понятно, что даже отдав все, долг погасить не удастся. Впрочем, как и избежать банкротства. Которое, кстати, уже переживало предприятие. МУП «Белоярский теплоканал» ушло в историю весной прошлого года. Новый собственник зашел на объект лишь осенью. Когда мы пришли, люди сидели, как сказать, как на вокзале. Не знали, что их ожидает, будут они работать, останутся они здесь в дальнейшем или нет. В экстренном порядке подготовиться к отопительному сезону удалось в большей степени благодаря коллективу. Признают, ряды пришлось зачистить. Остались самые квалифицированные кадры – те, кто готов и умеет работать. Подняли зарплату, улучшили условия труда. И главное – началась замена ветхого оборудования. Зиму пережили спокойно, без ЧП. А вот весна преподнесла неприятный сюрприз. Сегодня коммунальщики уверены – не все так однозначно. Ситуация двоякая. И к ней подходить нужно как к большим специалистам, то есть разобраться на месте. Потому что это может ударить и по нашему предприятию. И это неоднозначно будет. Сельская администрация сегодня тоже беспокойна. В планах дальнейшее сотрудничество с предприятием. Но сегодня оно под вопросом. Каким-то образом помочь ресурсно-снабжающей организации мы в настоящее время не можем. Единственная надежда – это тот расчет выпадающих доходов, который в настоящее время сделан и направлен в комитет по тарифам республики Хакасия. Выпадающие доходы – разница между экономически обоснованным тарифом и тем, по которому сегодня фактически платят люди. По Белому Яру это более 3 миллионов 100 тысяч. Но надеяться на всю сумму вряд ли стоит. Министерство финансов обещает лишь частичную компенсацию. Не дожидаясь помощи республиканских властей, местные приняли решение предоставить коммунальщикам рассрочку на 10 месяцев. Долг Алтай Энергоресурс должно будет вернуть до конца года по частям. Таким образом, скорее всего, это будет снижение сумм в квитанциях, которые получает население. Ситуацию также отчасти выправит и запланированное повышение тарифа на 12% в июле этого года. Анна Хвашим, Антон Михайлов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в республике все больше стабилизируется. Однако, в то время как в большинстве населенных пунктов показатели близки к нормальным, в трех территориях эпидобстановка нестабильная. В Черногорске, Аскизском и Усть-Абаканском районах эпидемический порог по-прежнему превышен и количество заболевших продолжает расти. В Абакане немногим больше нормы болеют школьники. В остальных возрастных категориях ситуация стабильная. В муниципальных образованиях рекомендовано отменить ограничительные мероприятия. Они продолжатся только там, где вирусы пока не хотят отступать. Молодежь Хакасии примет непосредственное участие в развитии республики. Сегодня авторы перспективных идей заручились поддержкой местных властей. Буквально на днях был создан Центр стратегических инициатив. Одной из самых подходящих площадок, где молодые люди смогут реализовать задуманное, является Абакано-Черногорская агломерация. На первой встрече, которую провел лично глава региона, побывала Наталья Гармашова. Именно в молодом поколении власти видят главный деловой потенциал Хакасии. Поэтому основной задачей нового фонда станет вовлечение активных юношей и девушек в республиканские экономические проекты. У нас одна из самых молодых республик. Здесь проживает более 100 тысяч человек, только работающие молодежь. А сколько еще студентов и учащихся. Нужно дать им возможность жить лучше, ну хотя бы чем мы. Это позволит удержать кадры не только в городах, но и в селах. Снизить миграцию населения из Хакасии в другие субъекты. Одна из причин, по которой молодежь покидает регион, это проблемы с трудоустройством. Поэтому представители центра при поддержке властей намерены оказывать помощь выпускникам училищ и вузов в поиске работы. В связи с этим планируется тесно сотрудничать со службами занятости населения и с работодателями. На сайте центра будет размещен банк вакансий. На интернет-странице молодые люди смогут оставлять свои резюме. Не менее важное направление работы новой организации – создание банка перспективных экономических идей. Планируется грантовая поддержка молодежных проектов, которые направлены на, может быть, инновационное развитие, участие в промышленности региона. Планируем участвовать в содействии и развитии предпринимательской деятельности молодежи. Еще одна проблема, с которой сталкиваются сегодня молодые люди, которые помогут решить представители нового центра – это жилищные вопросы. Уже готовится проект закона, который расширит категории получателей земельных участков. Земли под строительство планируется выделять всем, без исключения молодым семьям в возрасте до 35 лет, в которых воспитывается как минимум один ребенок. Условия проживания роли играть не будут. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Сегодня в Хакасии прошли командно-штабные учения. Батальоны железнодорожной бригады отрабатывали навыки приведения в боевую готовность. Насколько справились подразделения с поставленной задачей, расскажет Юлия Константинова. Если завтра война, если завтра в поход, не завтра. Сегодня утром ровно в 11 часов больше 60 единиц техники. Войсковые части 01662 были приведены в боевую готовность и выведены в пункты назначения. Согласно легенде, ситуация в республике Таджикистан обострилась резко. Перед железнодорожными войсками Центрального военного округа поставлена задача выдвинуться вместо нового сосредоточения в кратчайшие сроки, независимо от погодных условий или возникших чрезвычайных ситуаций. Пробитое колесо таковой не является. Однако неприятность бывает, рассказывает водитель-крановщик Сергей Береговой. Тяжелое колесо? Килограмм на 200 точно весит примерно. Вместе с диском совсем. А так мне в принципе не тяжело. Благодаря помощи. Все получается, все выполняем в сроке. Точно в норматив удалось погрузить и закрепить бойцам тяжелую технику на железнодорожную платформу, чтобы направить ее в Новосибирскую область. Реально будет выполняться ремонт подъездных путей на станции ИНИ Восточной. То есть это не только тренировка, но и техника будет отправлена на этот объект. В общем, пятая отдельная поздненская краснознаменная бригада показала себя достаточно мобильной, отметил начальник управления железнодорожных войск Центрального военного округа Олег Брагин. Что касается двух этапов, задачи справились. Есть определенные достатки, есть над чем работать, но задачи в целом выполнены. Много удовлетворительного. Общая оценка, в том числе и работы штаба, будет дана завтра, после завершения командно-штабных учений. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести Хакасе. Таковы основные новости дня. Смотрите Вести. До свидания.